Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Осенний яблонь зимних Осенних они небольшие У меня же сожгли промышленный сад Там было 40 сортов яблонь 40 сортов груш всего лишь А на дачу участок я успел провести Как бы проверку Как бы Районировать И сделал так что Пусть список стал короче Но это элита Значит так Апорт Алма-Атинский Апорт Кроваво-Красный Жигулевская Синап Северный Пипин Шафранный Это я своей плохой памятью говорю Что-нибудь я забуду Лоба Слава Мичуринска Так Ну летнее осеннее Пока не буду говорить Так 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 Ну отчасти Отчасти Так А А я сказал Северный Синап И еще Добавлю Наверное Розмарин Вот так И А нет Еще Антоновка И Последний Наверное Это будет Голден Делишес Который Как бы Клон Голден Делишеса Все ответил На вопрос А не Лешки Да Вот Самые Лешки Из Лешки Это Который Рад До следующего Рожая Это Пепель Шопрадный И Синап Северный Эти Как Эти Лежат Сколько Хотите Вот Еще Вопрос Есть Там Решаемый Если Если Начинать С Яблон Значит Так Есть Понятие Современное Яблони Современное Судоводство Это Они Называются Современным Перешли На Корневые Знаете Искусственные Корни Называется Значит Карликовые Подвои Ну Получается Небольшое Яблони Короткий Срок Сами Пишут 15 Лет На самом деле Еще Меньше Вот Это Как раз Для Ну То есть Есть Еще плюс Все таки Для местных Близких Грунтовой Воды Мой Вариант Это Я Показывал Даже Вот Если Я Мог Сейчас На Экране Светиться Я бы Даже Успел Подобрать Пару Фотографий То есть Корневые Отводки Они Поповины Связаны С Мог А Их Надо Отдеть А Когда Вы Че Ну Давайте Жалко Расставаться Так Все Это Видно Да Возьм Отдумал Для Второго Так Вот Это Вот Сейчас Набираю Слово Корни Я Только Начал Корне Собирать Корни Ну К Видите Да Видите Вот Они Корневые Отводки Это Знаете Пригодилось Это Мой Сожженный Сад Вот Пока Он Сгорел Вы Вылезло Дикое Неимоверное Количество Отводков Я Был Все Себе Накормить Только Этими Самыми Саженцами Привитыми Кстати Здесь Я Делал Так Надеюсь Вы Видите Эту Фотографию Я Выбирал Отдельно Стоящие Отводки Аккуратненько Область Вот Это Один Из Моих Прием Привит На Месте Подождали Ну Обычно Перед Чем Переносить Даже Продавал Такие Перед Чем Переносить Ждал Пока Зазеленеет Почки В данном Случа Чем Ждать Сол Как Сол Взял И В Багажник Поставил Ввез Все Проснется Куда Денется И То Что Корни Плохие Замен Этого Получается Меняет Вот Сам Этот Дерн Он Большую Огромную Роль Играет Вот Это Сергей Юный Еще Известно Мы Вот Такие Выкапали Привали Прямо С Виде Он Уже Саза Не Сгодится И Пока Он Вырос Привился У Него Корни Разросли Для Такого Состояния Здорово Надеюсь Вам Это Понравилось Так А Это Близкая Брунтовая Вода Это Для Никто Только Почему Даже Тут Нет Центрального Корня Вот Это И Преимуще Для Близкой Грунтовых Вод Вот Они Будут Охреневых Отвод Если Яблод А Вот Именно Прямо На месте Нельзя А Яблод Я так Понял У нее Взрослые Были Или Старые Там Пусть Вы Негодится Вот Именно Там Пусть Она Посадит Слива Абрикос И Вишни То И Костка Культура А для Яблон Пусть Ищет Место Там Где Яблони Не Росли Это Очень Важно Я Проверял Это Редкий Случай Когда То Что Дает Литература Оказалось И Правда Это Так Меня Удивило Вот 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 Теперь Показываю Какой Он Этот Корневой Отводок В натуре Видите И Ничего Обрастает Корневый Будь Здоров Именно То Что Он Не И Центрального Корня Это Его Огромный Плюс Это Относок Слева К Вишням Грушам Уже Нет Груши Отвоски Не Дают У них Центральный Центральный Корень Её Нельзя Садить Там Где Полтора Метра Абрикос Нельзя Садить Сливу Можно Посмотрите Видите На Экране Видите Слива Это Можно Вот Такие Дела Как Ответил Дальше Смотрите Она Отпишет Что Мы Нахожаем В Северном Казахстане И Я Не Ответил На Этот Вопрос Или Проскочил Или Не Дошел До Этого Значит Первый Момент Вот Этот Самый Первый Сейчас Я Покажу Наверное Даже Вернусь Где Мы Были Вот Я Беру Как Раз Такой Момент Вот Да Действительно Я Покритиковал Вот Эту Посадку Сильно Крутоватый Холм На нем Зато Прекрасно Видно Что тут Проблема Существует Проблема Существует Сейчас Вернусь Обратно Очень Удачная Фотография Вот Это Вот Это Снимок Я Даже Увеличиваю Еще Вот Он Видите Так Значит Сейчас Если Поливать Он Очень Быстро Высыхает Допустим Человек Живет Рядом Прям Живет Себе Живет В этом Самом Саду Почти Дом Рядом И Для него Просто Придется Первое время Пока Будут Корни Отрастать Поливать Почаще Тут Чем Хорошком Он Как раз Для таких Мест Где Действительно Очень Часто Дожди И Часто Из-за Этого Даже На ровном месте Сгнивает Груша Вот На ровном месте Посажены Аккуратно Посажены По корневую Шейку Шейка Не заглублена И У него Короткий Век Как Она Боится Сырости Она Не Предназначена Для Запада России И Что Получается Делаем Холм Не только Вот Такие Холмы Хороши Именно Для Абрикоса Видите Его На Снимке И Для Груши Да Поливать Придется Но Во первых Холм Этот Крутоватый А Хозяин Я бы Посоветовал И Наверное В свое время Когда получил Этот снимок Я наверное Критиковал Говорил Вот еще Туда На метр Во все Стороны И еще Давайте Пару кубов Земли Чтобы он Был Пологий Теоретически Я допускаю Что На первый Год В центре Можно Сделать Ну Если Не Ямку Это Очень Опасно Сами Знаете Почему То Хотя Ровно Чуть Чуть Ровно Как Стол Чтобы Все Таки Вся Вода Не Скатывалась Отсюда А дальше Аккуратно И полю Хоть Дождеванием Хоть Излейки Но Все Проблемы Закончатся Если Нормально Развивается Саженец То Уже Год Спустя Год Спустя Он Будет Уже Корни Вот Здесь Там Где Зеленая Травка И Вот Тут Все Проблемы И Решатся То А как Они Решатся Поливаешь Хоть На Холм Хоть Рядом С Холмом Вот Ну Это Самое В общем Корни Будут Уже Там Как Раз Будет Попадать По Назначению Со Второго Года Если Саженец Согнали Развивается Но Я Все Так Как Этот Пример Хороший Как Холм Хороший Но Крутоватый Я Сейчас Возьму И Все Так Раз Это Наших Возможно Я Вот Сюда Еще Раз Зайду Вот Сюда И Наберу Где У нас Посадка 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 Вот Она Посадка И Вот Эти Даже Эти Холм Первое Что Глаза Режут Видите Вот Эти Вот Вот Они Уже Близитесь Они Не Такие Крутые Да Все Рано Здесь Будет Земля Быстрее Сохнуть Чем Допустим Долг Трех Метра Но Тем Не Менее Это Уже Не Так Страшно Не Такой Уж Крутой Холм Согласны Со Мной Вот Еще Найду Что Нибудь Подходящее Вот Это Тот Самый Принцип Который Исповедует Чувер Умнейший Мужик Инженер Вот Наш Человек Они Ваш Господа Темиразец Как Хоть Вы Назовали Ученым Хоть Вы Назовали Этим Самым Агрономом Он Наш Человек Он Содовод Любитель Он Инженер И Вот Его Как Раз Это Видите Насколько Раньше Оттаивает Вот Это Пример Хороший Ну И Холмы Не Такие Крутые Согласитесь Вот Этот Вот Сейчас Я Еще Покажу Пару Фотографий Там Надеюсь Больше Нет Вопросов Сейчас Сейчас Вот Интересная Фотография Кто-то Старался Что-то Изобретал Видите Для чего Он Думаете Сделал Вот То ли Резина То ли В общем Скорее Всего Чтобы Не Пересыхало Это Кажется Но Он Держит По Черным Парам Я Вот Вижу Что Все Выщипа Видите Вокруг Трава Мне Это Не Нравится С Одной Сторон Надо Чтобы Это Место Было Максимально Сухое Вот Может Тут Выщипал Вот Тут Несколько Сантиметов Но Остальное Это Зачем Было Почему Здесь Нет Травы Здесь Не Будут Жить Черви Вы Поняли Черви Живут Под Дерном Это Ошибка Этого Человека Это Ошибка Вот Колбы Которые Действительно Быстро Пересыхают Видите Вот Чего Она Беспокоится Вроде Бы сделали В центре Видите Квадрат По Все Горизонтально Зашли А Раз Зашли Косточки А Они Такие Капризные Чуть Чуть Не допольешь Они Не Зайдут И Все Поэтому Слава Богу Или Садила Мужчина Или Женщина Кто То Может Быть Уже Пророщены А Просто Регулярно Успевал Поливать Может У меня Долго Рядом Вот Это Очень Ценный Снимок Я считаю А Вот Нашел Что Хотел Видите Человек Перестарался У него Старое Больное Дерево Думаете Зря Он Отрезал Латинский Возможно Они Были Рассухими Да Вот Вроде бы Сделал Как Вроде бы Хол Вот Здесь Еще Ладно Вот Здесь Придумал Так Что Есть Мульча Под ней Например Ничего Не пересыхает Согласен Но Вот Эта Ямка Она Опасна Возможно И в состоянии Дерево Раз Два Три Раны Может Бы Та Скорее Четыре Может И больше Скорее Все Связано С тем Что Вот Это Место Выпарило Вот Это Вот Еще Парочку Посмотрю А Вот Мы же Говорим Как раз Аптеки Шуча Видите Как Чек Сделал Да Она Сразу Даже Зацвел Вроде бы Круто А Здесь Практически Плоская И Все Таки Мне Глаз Режет Что Корни Когда Вылезут Подальше Подальше Они Будут Не почве А вот Здесь Будут Подберзать То есть Я считаю Что Это Сверху Вроде Нормально А сбоку Высоко Сильно Вот Еще Один По-моему Его Снил Скорее Сего Господи Как Я Не Люблю Когда Молодые Деревья Белят Это Такое Для них Испытание Дикое Страшное Сильно Крутой Хоум Может Он От меня Научился Но Перестарался Может Еще От Кого Нибудь Того Жечего Гуева Ну В общем По-моему Я нормально Объяснил Давайте Еще Есть Там Что Нибудь По Наши Можно Срезать По Уровень Этого Самого И По Уровень Среза Вот Этого Горизонтального То На Котором Рассеп Делается А Может Вообще Не Тролит Его Ни Живой Ни Мертвый Все По Барабану Так Тролит Тролит Ни С? Тролит С? И так, и не так. Смотрите, то, что я говорю, это ещё не истина последней ситуации. Мы не можем заглянуть в сам геном. Вот. Я просто считал так. Почему у меня удалось в десятках сортов, не все, а некоторые тут же даже чуть-чуть мельчали, влияние по двоих. Но удалось увеличить размер плодов. Скромно говорю, два раза, например. Вот. То есть, никто их такими не планировали. Никогда их таких в стране не было. Когда у меня был обычный, я разочаровал, абрикос Мичурина или Мичуринский. Вот. И он ещё имеет несколько сортов. Мичуринский. Ещё там какие-то слова, да. Ну, просто пришёл, абрикос Мичуринский. 30 грамм. Ну, сало как сало. Ну, он мне не мешает, не мешает. Рос, 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 рос. Давал вот эти 30-30. Ну, 35. А потом сразу 100. Когда он мне такие... Я тогда задумался. Рядом с ним растут... То есть, вариантов несколько. Не могу ответить. То есть, рядом с ним растут... Вот прям как нависают на нем. Он же позже был посажен. Серафим Королевский. И академик. Академик ближе всех. Я смотрю, он не стал похож на академию. Ну, укропился, ну, читайте, аж в три раза. Ну, у меня есть фотографии. Я кино увидели несколько раз уже. Я люблю хвастаться. Вот действительно, что случилось, что случилось. Я думаю, как влияние ветром надолу. То есть, если это половые связи, которые они привели к зачатию, а только повлияли, как этот самый, как сказать, повлияли на длинном дереве. Это же не потом что увеличилось, в виде черенка взятого, в виде косточки. Нет. А само дерево взяло, и укрупнились плоды на нем. Вот, может быть, это все-таки телегония. Видите, я уже палец загнул. Второе. Память предков, я к этому склоняюсь. Создались определенные условия. И он взял, привитый, укрупнился. А теперь представим себе, что я бы взял с него, вот с этого, уже 100-граммового. У меня есть фотография, он действительно 100-граммовый. Вот. Со 100-граммовых плодов я бы взял косточки, я этого не делал. Кому-то продал, наверное. Вот. И посадил. Он станет, например, вырастут плоды. Он очень морозостойкий. У него от Манчжурса наверняка увеличенная морозостойкость. Скорее всего. И вот он оказался 50-граммового. Вот именно вот этот. Я допускаю такую мысль, что если его взять, вот сейчас у меня академики трехлетние. Я с них возьму веточки и перенесу на эти. Вот. А потом, когда дождусь по отношению, и сравню. На эту работу надо вести до конца. Я должен заниматься институтом. То есть это и есть то, чего запретили заниматься, когда разгромили школу этого. У меня обидная Лысенкович. Гордиться я буду, что я Лысенкович. И не гордиться политикам Лысенко. Не гордиться этим самым там самодержцем Садовым. А он агроном и я агроном. Вот. И что получается? Они у меня, эти косточки, дадут 50-граммовые. А эти, я с этого дерева эти 50-грамм возьму, опять привью на манджурце. Одно-два поколения, они опять должны стать 100-граммовыми. Если геном у него изначально 100-граммовый, никуда не денется. Когда мы получаем вместо крупных плодов отборных путем пересева мелкие, это не значит, что это испорченный сорт, деградировавший сорт. Неправда. У что эти качества? Есть там гены доминантные, есть и рецессивные. Вот. Рецессивные гены – ничего. Я не говорю, что каждая станет 100-граммовым. Но и манджурцы никто не отменял. Пусть одна из четырёх дерева, пусть одна из четырёх прививок, пусть одна из четырёх косточек. Вернётся. Другое дело, что это ещё не доказательство. И когда была разгромлена школа Мичурина-Лысенко, просто разгромлена, когда люди поехали в тайгу в Сибирь, не для того, чтобы садить деревья, а для того, чтобы пилить лес, так, на дрова, или там на лес, на стройке пятилетки. Вот. Всё было уничтожено, а те, кто победил, сказали, а где личные гибриды? 300 учёных занимались, вот то, о чём мы сейчас говорим. Где личные гибриды? Нету. А это особая работа. Потому что там не помните, с чего я начал-то? Сейчас на этом и закончим. Извините, всегда надо когда-то кончать. Итак, вспомним мою любимую Телегину. На этом закончим. Потому что это самая загадочная вещь с удовольствием. Как можно про это? Итак, ещё раз. Вот она меня цитирует. Меня. Главный, непознанный нами фактор. Видите, я не беру на себя речь. Непознанный. Невыносимых для жизни условий, а гены кирпичики складывают отлично, отпередуя организм. Там же не просто в три раза плод увеличился. Ведь каждая, понимаете, каждая, он не мог увеличиться по этому, по Чарльзу Дарью. Ну почему? Потому что по какой-то ошибке там лишний миллион этих самых клеток появилось в этом плоде. Ерунда всё это, правильно? Читаю ещё раз. Отличный отпередуя организм. Невыносимое условие. То есть на грани в гибель. И не путём перебора, а целенаправленно. В результате потомства. А почему? А потому что они на землю попали культурными. Культурными, а не дикими. Невозможно от дикаря до культурного пройти. Я же вам показывал, я люблю это самое. Я же люблю хитрить, я люблю вставить эти в тупик. Вся наука на уши встанет, но ничего мне не докажут. Я вижу, что почва всего 10 тысяч лет, 20 тысяч лет. Но там в каких-то местах особо, где видимо травы баломали. Оно может быть не за один сантиметр за тысячу лет, а может быть 3 сантиметра за тысячу лет. А значит не было никаких 50 тысяч. Всё, что-то цифры с библейскими совпадают. Но я же не слепой. Вот. А значит, откуда не могли они за эти тысячи лет? Даже если бы специально, 10 тысяч лет назад, когда человек перешёл якобы-якобы к оседлому образу жизни, посеял первое зёрнышко, посадил первое дерево, а потом непременно из поколения в поколение, из поколения в поколение, из сотни, растил сад из сотни тех же абрикосов, диких, естественно диких. Они же должны были начинать с таких, потом такие, такие, такие. Вот. Естественно. И казалось бы, а то меня же расхорбляли, даже учёные. Вот. И вылечил всю жизнь. Не получается, времени не позволяет. Это надо, чтобы не было войн, не было катаклизмов, не было ураганов, не было взрывов этих самых, которые делали, лета и зимы, взрывы этих самых вулканов. А просто ровненько, 100 штук выбрал лучших из лучших. Ещё 100 посадил, выбрал лучших из лучших. А вот ещё крупнее, на полмиллиметра, то есть на полграмма. Вот. На 3 миллиграмма. И вот так вот 10 тысяч лет. И наконец 21 веку получили вот такие. Не. Получили вот такие. А потом раз, оказалось, что у них уже заранее всё есть. Я ничего не выдумываю. Всё. На этом мы, ребята, закончим. Антон Леонидович, спасибо, выручили. Пришлите мне ссылку, пожалуйста, а то ничего не вижу. Алло. Ну вот и всё. На сегодня всё, друзья. Худо-бедно, но всё-таки справились. Всё бывает. Это же железо. А меня железо не любят. Меня не любят приборы. Меня не любят, особенно электрические. У меня какое-то особое биополе. Вот. Но это уже другая тема. Белокадовщики – это особые люди. Я городской, я сумасшедший. Я... Дальше помните. Всё, друзья. До свидания. Выписывайте черенки, косточки. Дайте нам, Санта Валерьевич, хоть и много заработать. Тем более, я так здорово вам рассказал. Это... Это такие... Это такие... Невероятные... сорта, сорта-образцы, косточки, семечки, черенки из моего сада. Это вообще не может быть. Всё. До свидания. Возможно, это последний сезон. Всё бывает в этой жизни. Поэтому торопись, торопись. Как говорил Никулин или там Витцин, покупай живопись. До свидания. До следующего понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин